Ну вот, я забыла, как я хотела назвать свою рубрику. Всем привет, меня зовут Люба, и я рада приветствовать вас на моём канале. Те, кто давно подписан на мой канал, наверное, заметили, что постоянные рубрики на моём канале не приживаются. Я пыталась вводить неоднократно какие-то пятничные шоу, шоу о том, шоу об этом. Всё это зачахло, и на самом деле меня это расстраивает. И я решила всё-таки попробовать вести такую рубрику. Очень домашняя болталка с вами, я сегодня всеми силами тут бегала, создавала уют. Эта рубрика будет называться «Разговоры с любовью» в такой уютной домашней атмосфере. Я буду поднимать какие-то важные темы. Первый выпуск я решила посвятить истории о том, как я бросила курить, потому что очень многие меня спрашивают об этом. И я так понимаю, что это действительно для многих актуальная тема. Я курила 8 лет, что в принципе дофига. Почему я начала курить, зачем я это делала, я не могу ответить. И я помню, как мне не нравилось, как я давилась этими сигаретами, но продолжала их курить. Наверное, я курила, как и многие, потому что это делало меня такой взрослой и классной. Как фетишист, мне нравился этот процесс, купить пачку сигарет, открыть её, значит запах этой свежей пачки, достать сигаретку, поджечь её, значит это всё. Как и многим нравился именно ритуал. Мне не нравилось вдыхать в себя этот вонючий дым, от которого тебя сводит горло. В 2012 году у меня начались проблемы с нервами, у меня начались панические атаки, вегетососудистой дистонии. И я бросила курить где-то на пару месяцев, потому что я не могла просто курить. Я как только затягивалась, мне становилось плохо, у меня начиналось водить голову, мне становилось страшно. И мне очень хотелось курить, но я просто не могла. Я подумала, что это отличный повод бросить, и бросила. Но через два месяца я закурила опять с утроенной силой, и курила вот до недавнего времени. Я действительно курила очень много. Я выкуривала пачку в день точно, иногда больше. Мысли о том, что нужно бросать курить, так или иначе посещали меня постоянно, как и любого курильщика, наверное. Всё время я думала о том, что, боже, я умру от рака лёгких. Незадолго до того, как я бросила курить, я стала себя ловить на том, что мне не нравится курить. Я перестала получать от этого реально удовольствие. Каждое утро я выходила, значит, с кофе с сигареткой на балкончик. И как только я делала первые две затяжки, мне опять становилось плохо. Вот как тогда у меня начинала очень сильно кружиться голова, и это состояние мне не нравилось. Это ощущение, оно начало увеличиваться. В какой-то момент мы были в гостях у друзей, и каждая сигарета, которую я выходила с ними выкурить, она просто меня выбивала из колеи. Очень сильно мне было плохо. Я не знаю, может быть, я себе это внушила. Бабуля отмолила. В тот день мы с Никитой возвращались домой на такси, и я ему тогда сказала, что я больше не буду курить. На что он мне, конечно, сказал, ну, молодец, хорошо. Нет, ты не понимаешь, я больше не хочу курить. Вот эту фразу я сказала впервые в своей жизни. У меня не получилось бросить сразу и резко. Я сама для себя разработала такую систему. Я все-таки человек такой тщеславный, мне очень нравится, когда меня хвалят, потому что хвалят меня в жизни достаточно редко. И я постоянно себе говорила мысленно о том, что, блин, если я брошу курить, все просто офигеют, все будут восхищаться мной, все будут говорить, какая я молодец. Потому что, в принципе, никто уже из моего окружения не представлял меня без сигареты, да и сейчас некоторые мне говорят, да как так-то вообще, ты чё? Меня это реально очень вдохновляло и подстёгивало, что вот все будут гордиться мной, что я буду приходить и говорить, а вы знаете, я бросила курить, мне будут говорить, да ладно. Я попыталась выкуривать свою первую сигарету не сразу, как только я проснулась, и не после чашечки кофе, и не после завтрака, а максимально поздно. Сначала я получала, что выкурила свою первую сигарету в 4 часа дня, потом следующую уже у меня была первая сигарета в 6 часов вечера. И так потихонечку я уже дошла до того, что я выкуривала 2-3 сигареты в день, и в основном это было вот после 7-8 вечера, перед сном практически. Выкуривать 3 сигареты в день для меня это было просто что-то невероятное. Ты осознаёшь, что, блин, а я могу не курить просто практически целый день, и я не умер, и я не сошёл с ума. Первое время меня ломало очень сильно, очень сильно. Я помню, что я попробовала курить электронные сигареты, такие одноразовые, я их покупала, и это полная фигня абсолютнейшая. Они не заменят вам настоящую сигарету, и что хочется сказать, люди, которые пытаются бросить с помощью электронных сигарет, в 89% случаев не могут бросить. Потому что самое важное в этом деле, это избавиться от психологической зависимости. Никотиновая зависимость, она проходит очень быстро. Никотин выводится полностью из организма за 2 суток. Тут самое главное именно психологическая зависимость, и вы не сможете избавиться от психологической зависимости, если вы будете курить электронные сигареты. Вот эта история с тем, что нужно есть всякие конфетки и жвачки, да, отчасти мне это помогало, помогала почему-то именно жвачка, я постоянно её жевала. Но в целом могу сказать, что вот меня все пугали, что вот ты будешь жрать, как просто монстр. Был момент, когда я много ела, мне постоянно хотелось сладенького чего-то пожевать, 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 все, сейчас этого уже нет, я поправилась на 3 кило, и уже мой режим питания входит в привычное русло. Да, я не сказала, сколько я не курю, я не курю уже, мне кажется, больше полугода, и для меня это просто огромная победа. В меня не верил никто, все, кому я говорила, что вот я бросаю курить, я не курю неделю, все вокруг мне говорили, ой, ну да, сейчас вот выпьешь бокал вина и точно закуришь. Кстати, мне практически ни разу не хотелось курить, когда я пила алкоголь. Также эти люди говорили мне, что, ой, ты знаешь, я не курил целый год, а потом опять закурил, а я не курил 5 лет и закурил, а я бросила только с 5 раза, чуть не умер. Блин, не слушайте таких людей, это мой самый главный совет, говорить им, спасибо тебе, что поддерживаешь меня, ты очень мне сейчас помог, чтобы человеку, может быть, стало чуть-чуть стыдно, потому что, конечно, вот такая вот псевдоподдержка, мне кажется, это какая-то зависть, что ли, я не знаю, ну как это еще объяснить, я не понимаю, все мне вокруг говорили это, все. Не нужно себе запрещать, не нужно прям сидеть и терпеть, чтобы прям вот у вас сводило зубы, если вам адски хочется курить, идите и выкурите, но не выкуривайте целую сигарету, сделайте несколько затяжек, этого хватит, чтобы удовлетворить вашу негативную зависимость. Следующий совет, нужно пить очень много воды, потому что вода реально больше всего помогает справиться с никотиновой зависимостью, как только вы чувствуете, что вам очень хочется покурить, выпейте стакан воды. Следующий совет это Ален Карр, как ни странно. Когда я пыталась бросить лет в 17, это звучит смешно, но да, такое было, я начала читать Алена Карра, я прочла где-то до середины, мне стало страшно, потому что я поняла, что все-таки, наверное, я сейчас брошу курить. Звучит забавно. И я бросила ее читать, вместо того, чтобы бросить курить. В этот раз я тоже начала читать Алена Карра, для меня это было как поддержкой, поскольку я не получала особой поддержки от друзей и окружения, я решила получить эту поддержку с помощью Алена Карра. В этот раз мне хватило трех глав. Я не прикалываюсь, реально, три главы, и я поняла вот эту очень тонкую мысль, которую он заложил в этот текст. В моем окружении есть много людей, которые прочляли Алена Карра, и им это вообще не помогло. Мне кажется, что нужно пробовать еще, 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 еще раз. Вот на меня это подействовало со второго раза, на кого-то с третьего, на кого-то с первого. Короче, на войне все средства хороши, так что... И еще один совет, очень классный. Не знаю, мне это реально помогло. В общем, я скачала себе вот такое приложение на телефон под названием «Не курю». Это приложение, правда, платное, но настолько меня оно заинтересовало, что я потратила на него там сколько-то денег. Я не помню, правда, сколько оно стоило, но недорого. Оно точно стоило меньше 100 рублей. Меня оно очень поддержало, мне было стыдно перед этим приложением, серьезно. Это такое приложение, в которое вы тут регистрируетесь, вводите свое имя, там, фамилию, вводите свой стаж курения, сколько вы выкуриваете сигарет, сколько вам лет. И нажимаете, допустим, что я бросил или планирую бросить, и он начинает считать. Короче, вот сейчас оно мне здесь показывает, сколько я сэкономила денег. Да, там нужно еще ввести, сколько стоит пачка. Я на данный момент сэкономила 26 823 рубля. В принципе, тут еще нужно было откладывать эти деньги, и сейчас я могла бы, кстати, купить себе что-нибудь классное. Я об этом не подумала. Я не выкурила 4471 сигарету, и я не курю 223 дня. Что он здесь показывает? Дальше вы здесь вот так вот листаете. Рост привлекательности. Вот у меня рост привлекательности уже на 100%. Рост фертильности. Я думаю, что девочки поймут, что это такое. Очищение от угарного газа 100%. Очищение от никотина 100%. Частота легких у меня пока только 41%. Очень-очень долго выводятся смолы из легких. Это адски долгий процесс. У вас будет периодически кашель, вы будете, ну, все это будет выходить. Но это не страшно. От 3 до 12 месяцев, в зависимости от стажа курения. Но вот у меня еще, видите, только наполовину. Кровообращение у меня на 100% улучшилось. Риск сердечного приступа у меня 73% по-прежнему. Вот это меня очень расстраивает. Риск раковых заболеваний тоже 73%. Блин, это вообще очень пугает. Общий прогресс 91%. Когда вы только начинаете бросать это приложение, каждый день генерирует вам какой-нибудь очень прикольный совет, который вам поможет бросить курить. И генерирует вам какую-нибудь мотивирующую историю. Мне реально очень помогало это приложение. Это никакая не реклама. Это приложение, не знаю, это моем существовании. Также здесь есть рейтинг курильщиков. Тут какие-то баллы вы зарабатываете. Я не очень поняла, что это дает, но что-то это дает. Честно, я очень горжусь тем, что я смогла это сделать. В моей жизни очень многое изменилось после того, как я бросила курить. Во-первых, я начала намного более остро чувствовать запахи. Не всегда это хорошо, но в целом вкус еды стал тоже более ярким. Я стала более выносливой. То есть, если раньше я проходила там по ступенькам два этажа, и мне казалось, что все, сейчас у меня будет инсульт, то сейчас я добегаю до шестого, и чувствую себя... Ну, у меня все равно есть одышка, да, все равно как бы я устаю, потому что я же не каждый день бегаю по лезнице. Но не так. Первое, на самом деле, что я заметила после того, как бросила курить, стало очень легко дышаться. Вот я никогда не испытывала подобного. Вот глубокий вдох, он стал глубоким вдохом. Потому что раньше, когда я делала глубокий вдох, у меня что-то как будто бы вот перехватывало в груди. Не знаю, как преграда какая-то была. Сейчас ее нет уже давно, и первое время я так радовалась, я не могла надышаться. Надеюсь, что это видео хоть немножечко вас мотивировало. Надеюсь, что вам будет интересно смотреть вот подобного рода болталки со мной. Если есть какие-то темы, на которые вы бы хотели, чтобы я с вами пообщалась, оставляйте мне это в комментариях, либо можете мне прислать их в АСК. У меня в инфобоксе есть все ссылки на мои соцсети. Я, конечно же, желаю вам всем обязательно бросить курить, боритесь с этим. Наша жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на это дерьмо. Ученые давно доказали, что сигарета не помогает бороться со стрессом. Наоборот, она вашу нервную систему расшатывает. Лучше поесть вкусно, я считаю, серьезно. Лучше пойти и съесть круассанчик. И поправиться на пару кило, и чувствовать себя счастливым поросеночком. Будьте сильными, я в вас верю.